Перейду сразу к истории. Я немножко расскажу об истории, немножко о своих книгах. Вот если, Саша, принесете просто по экземплярочку, да, последних трех книг, чтобы я мог показать. А потом уже будем отвечать на вопросы, если не против. Меня часто спрашивают журналисты, да, ну и просто люди. Историка я по образованию или нет? Я, смотря, кто спрашивает, если спрашивают без подковырки, то просто отвечаю, что я не историк по образованию. А если с подковыркой спрашиваю в ответ, ну как у них это полагается, да, от вопроса на вопрос. А говорю, Карамзин был историком. И, как бы, сказать-то особо нечего, потому что Карамзин, которого издают, 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 издают. Вот этого исторически-сентиментарного романа, вместо истории России, он же историком тоже не был профессиональным. Может быть, это даже хорошо, потому что, на мой взгляд, история, в принципе, это не наука. Как тот сказал, история – это политика, обращенная в прошлое. А наука – это небольшие сектора из истории, да, вот, например, археология – это наука. Источника видения – это наука. То есть там, где люди занимаются конкретным каким-то вопросом, это наука. Ну, как только мы начинаем говорить об истории в целом, особенно, как сейчас принято выражаться, о мета-истории, вот, или об исторической метафизике, то мы тут переходим вообще никакой в другую абсолютно сферу, действительно, в сферу социальную, сферу политическую. И от науки очень мало что остается. Ну, собственно, не секрет, что каждая новая власть, которая приходит, скажем так, к власти, простите за тавтологию, она пишет из себя всегда новую историю. И так было изданно. Это не то, что это, когда свершилась Октябрьская революция, да, началось. Это началось с древних времен. Когда Люриковичи пришли к власти, они написали свою собственную историю, из которой был вычин, например, древний Новгород. Ну, вернее, даже не Новгород, тогда это еще до постройки Новгорода. Ведь понятно, что если город называется Новый город, да, то на месте этого города, видимо, было старый. Вот этот старый город, который называют по-разному, кто славянский, кто еще как-то, он был полностью мочен из истории, и вот Татищик немножко попытался вспомнить, но мы фактически все. И это сделали первые ревиковичи. Мы знаем, что князья киевские брали рядописи из Печерского монастыря и, собственно, ручных редактировали. Потом, например, когда прекратилась династия Ивана Калиты в Москве, к власти пришел Борис Годунов, он тоже попытался переписывать историю. Правда, он царствовал недолго, а его сын еще меньше. Борис Годунов 7 лет, по-моему, 2 месяца. Поэтому они просто не успели так капитально потрудиться в исторической науке. Но зато, когда Романовы пришли, они историю же полностью переписали. И более того, была уничтожена масса источников. Например, Петр I в свое время издал указ, что все письменные источники, рукописные из монастырей и прочих мест свозились в Петербург для предполагавшейся к открытию Академии наук. Там их складывали в Петропавловской крепости в башне. Но вот момент, первый раз помер, да? Вот все эти рукописи так и в башне остались. И они так лежали там лет 20 или 30. Окна в башне были, а стекол в окнах не было. Туда попадал снег, дождь, птички залетали, как ли. Ну, в общем, когда в конце концов, через 25 лет за этими рукописями пришли, от них остался комок слипшейся бумаги. Вот так пропало примерно, ну, не знаю, может быть, 90% русских рукописных источников. А из оставшегося до сих пор издана только примерно одна треть. И вот лежат, масса лежит летописей русских, да, которые не изданы и даже не переведены на русский язык. Даже такая вещь, насколько я знаю, летописный смот, который редактировал Иван Васильевич Грозный, она не переведена на русский язык, потому что пару лет назад меня попросили перевести из-за меня некоторые отрывки, что я ее делал. То есть, понимаете, и чем Академия Наукнаш занимается? Вот она принимает бюджет, так сказать, на текущий период и закладывает бюджет издания многотомной истории Западной Европы. Это при том, что две трети наших плядь до сих пор неизданных, недоступных. Вот такая интересная ситуация. Когда мы говорим о науке, надо всегда это учитывать. Первое, то, что это скорее политика, когда мы говорим об истории в целом. Да, второе, то, что вот в нашей истории, в нашей стране ученые профессионально относятся так. Ну, часто спрашивают, делаете ли вы ошибки какие-то в своей книге. Конечно, делают, как все люди, да. Но, понимаете, это могут быть какие-то фруктографические ошибки от того, что я не узкий специалист. Я не занимался, допустим, исследованием древнегреческой керамики. Я недавно выступал перед экскурсоводами в нашей лавре. Меня спросили, что в архивах там были. Может быть, вы открыли какой-то новый документ? Я говорю, ну, вот есть документ святца Корежинского монастыря, где я Васильевич написан местом членов святым великому ученику. Нет, не то, говорит. Может быть, письмо какое-то открыли. Может, вы его следовали, какие-то новые обстоятельства открылись. То есть, понимаете, представление профессионалов, да, исторических, да, людей, занимающихся историческим око-профессионалом, история – это найти в архиве какой-то документ, лет десять его исследовать, выяснить, кто адреса, кто написал, кто упомянут в документе, да, кто они такие были, кто были их родственники. Да, человек десять лет этим занимается, 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 и ты хороший племб, как бы множество статей, в конце концов монография какая-то, вот, 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 вот. Он сказал новое слово в науке, он нашёл документы и исследовал всю жизнь. Простите, это не меня. Я полиэзатор науки, да, я хочу, чтобы, истории в смысле, я хочу, чтобы люди знали свою историю. Не где-то в высоких исторических кругах, откуда, кстати, выбрасываются страшные силы людей, которые в эти круги не вписываются. Вот для того, что таких ярких и великих историков, как Фраянов, вот он был в свое время деканом исторического факультета Ленинградского государственного университета, мы так собрались, всем скоком, вот там местные историки, либералы, так сказать, и, не побоюсь этого слова, люди традиционных ориентаций, такие как знаменитый историк Клейн, по-моему, его зовут, и просто его из деканов-то прогнали. А Фраянов – это человек, который создал свою собственную теорию историческую развития древнерусского государства, это последний великий советский историк, который с нами. Вот, его надо ценить и на руках носить, а его вот так вот запинали и выгнали с работы, понимаете. Это академик, да, это профессор, это великий человек. Что же говорить об остальных историках более, так сказать, мелкого разряда? Вот, я вот, как редактор исторической литературы, часто общался с такими людьми, и в разговорах, как бы, они много интересного рассказывают. Допустим, кто-то проводил раскопки в Лизане, кто-то в Новом городе проводил раскопки, они такие вещи рассказывают, что удивительно спрашивают, к чему же вы об этом не пишете? Он говорит, понимаете, если мы об этом напишем, надо, во-первых, печатить в научном журнале, да, а это уже все для профессионального ученого, это смерть профессиональная. Вот, а во-вторых, нас просто, как бы, выкинуты из пределов профессионального исторического сообщества. То есть там все жестко достаточно. Вот, поэтому, как бы, приходится восполнять вот эти вещи таким людям, как я, которые профессиональными историками не являются. Но, опять же, тут ведь можно поспорить еще, кто профессиональный историк, кто-то, кто занимается всю жизнь изучением, не знаю, там, древнегреческой керамики и средневекового письма от Папы Григория VIII к епископу Зальбурскому, да, вот, либо человек, который пытается осмыслить историю. Ведь есть историография, то есть описание истории, есть историософия, то есть осмысление истории. Это две большие разницы. Они, как бы, обе имеют место быть, и их надолго приветствуют. Но надо понимать, что все-таки отношение к истории бывает разное. Вот у меня история – это некая совокупность. Все истории человечества, которые я, как бы, вижу целиком, да, то есть я не вздываю на периоды, на части. Я их просто ощущаю, как нечто цельное и живое. То есть я стараюсь понять историю. И в истории очень много вещей, которые помогают нам, на самом деле, в обычной жизни. Я люблю проводить параллели исторические с нашим, с настоящим временем. Это помогает мне понять какие-то вещи. Когда я был еще фактически мальчишкой, там, я был лет 25, я просто почувствовал, что Советский Союз развалился. Это был 85-й год. И я как-то сказал, ну, первым, кому я это сказал, был парторг на заводе, где я работал. Он был хороший человек, он не стал меня закладывать в первый отдел. Он посмеялся, значит, и потом, когда мы через 7 лет встретились, я сказал, ну, кто был прав? Он только махнул рукой, и вдруг с нул шел. А второй человек был моя жена. Она тоже, в общем-то, не совсем поверила, но потом, зато с гордостью, после 91-го года всем рассказывал, что за 7 лет до этого я рассказал, что будет. А второй случай такой, я думаю, что понимание истории мне помогло, это когда в августе 13-го года ко мне обратилась одна знакомая украинка, которая здесь в Москве живет и работает. Она такая, украинка-украинка, да, то есть Евросоюз, европенция будет, 5 тысяч евро на каждого человека и так далее. Она спросила, вот как-то, говорит, что там будет с Украиной в дальнейшем. Я говорю, ну что, если у вас переворот произойдет, я говорю, первое, что произойдет, это мы заберем Крым, возможно, будет Донбасс, и может быть, Киев. Она так на меня дико посмотрела, потом в другой день говорит, я написал ей папе, а у нее папа старый коммунист, редактор там газеты, в Черновцах, по-моему. Он сказал, что у вас там в Скале совсем с ума сошли. Когда мы уже после встретились всех этих дел, она уже меня ни о чем не спрашивала. Это я не то, что хвастаюсь, это я просто рассказываю, как понимание истории может помочь современной жизни. И вот, если я вас утомлю, вы просто скажите перед ним вопросы, не стесняйтесь. И вот, как бы сейчас, я смотрю на то, что происходит в мире и вокруг нашей страны, у меня тоже некоторые науки накрашиваются. Все, наверное, слышали про Троянскую войну, которую Гомер так описал подробно. Но ведь, кроме того, что Гомер ее писал, остались исторические источники об этом. О том, как она готовилась, как развивались события, как она началась. И понимаете, как любая война, Троянская война начиналась по правилам. То есть, прежде всего, между государствами начинаются какие-то тренинги. В данном случае там тренинги начинались между государством Малайзии, западом Малайзии, это вот полуостров, на котором Турция сейчас расположена, и архейцами, которые схватили Грецию, территорию современной Греции. Проблема была в том, что в Греции, хотя я говорю, что в Греции все есть, на самом деле в Греции нету хлеба. И Греция хлеба снабжалась из Малайзии, из города, который потом назывался древнегреческий город Милет. Тогда он назывался совсем по-другому, еще по-другому, похоже. Вот это была жительница Греции. Он находился на одном-другом берегу Игейского моря. И ахейцы, которые Грецию захватили, они стали потихоньку через Игейское море переправляться и пытаться захватить и Милет, чтобы себя обеспечивать хлебом, и острова Игейского моря. И ходили под Трою, грабили по Малинку, правители всех этих островов, городов, государств, они начали писать своему сюзерену. То есть эти территории подчинялись Хецкому царству. На правах, скажем так, протектората. То есть они полонезависимые государства были, города-государства. Вот они начали писать жалобы Хецкому царю. А Хецкое царство, это было третье величайшее передревле с Египтом и Осирией, поросял его защиту. Хецкий царь стал вводить различные санкции торговые, культурные, договариваться с государством передней Азией о том, чтобы они не торговали с ахейцами, не поставляли такой стратегический товар, как бронза. То есть, понимаете, все развивалось достаточно нормально. Столкновение экономических интересов, потом появление санкций культурных, экономических, торговых, потом столкновение на границе, а потом уже большая война. И ахейцы, когда напали на все эти государства в Малайзии, в том числе именно Троя и Милет, они ставили две задачи. Троя и Милетия хотели захватить зерновую базу для того, чтобы кормиться и, так сказать, жить и развиваться. А Троя была перевалочным пунктом на пути доставки Олова из Англии в Междуречье, там, где сейчас Ирак находится. Из этого Олова в Междуречье делали бронзу и потом продавали уже по всем окружающим странам. То есть Троя была контрольным пунктом на одном торговом пути. И вот ахейцы хотели захватить еще этот торговый пункт, чтобы контролировать поставки Олова в Азию. И началась война. То есть мы видим, что все происходит точно так же, как сейчас. Если мы посмотрим, что происходит сейчас в мире, сначала у нас начались некие трения, допустим, с западными странами. Потом появились санкции. Культурные, торговые, экономические санкции, финансовые санкции. Просто тогда не было таких развитых финансов в мире. Сейчас у нас уже начался предпоследний этап перед большой войной. Это пограничные столкновения. Мы видим, что у нас идет столкновение в Донбассе, столкновение в Сирии, где потихонечку наши будут американцы, а американцы будут наши. то есть мы находимся на последней стадии перед большой войной. Недавно прошла информация, что американцы изучают возможности снабжения своих войск в пяти странах, проезжающих к нашим границам. выступил на Дорогском форуме какой-то американский политик, призывая составить план войны против России. Американцы перебрасывают свои войска к нашей границе. Ну и много других. Ну вот заявление английского премьер-министра об опасности России, то, что Россия готовит удары, так и так и так. То есть понятно, нас демонизируют, как говорится, лечеб. Но для того, чтобы потыкать пальцем и сказать, о, какие плохие эти русские. Понятно, что это подготовка к войне. То есть вот сравнение двух ситуаций, оно дает понимание того, что мы в принципе стоим на пороге большой войны. И если уж, не знаю, наше государство и наше власть к ним не готовятся, а наоборот, как бы представляет одну щупку с того, как ударили в другую, и не ударили в биару, да, и забывает то, что Черчилль в свое время сказал, что выбирающий между позором и войной получит и позором войну, наши это забыли. Мы сейчас выбрали позор, чтобы не портить отношения с своими западными партнерами, да, но в конце концов, значит, понимая вот всю эту ситуацию, каждый должен для себя сделать хотя бы то, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих домов, да. То есть вот история, она дает понимание проблем, дает понимание того, что надо делать на данном этапе исторического фонда, для того, чтобы это может понять каждый человек конкретно, что это для себя сделать. Вот такое мы отношения к истории, несколько, может быть, даже такой вот потребительской. гражданинской. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...